друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мац героиня мои хорошие напоминаю вам о том что меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж мы с вами будем обсуждать обозревать и комментировать вчерашний вечерний а лёлькин стрим стрим плакательный как я всегда говорю да ну что вы хотите накануне то есть днем лёлька благополучно выложила ролик который я сегодня днем с вами как раз таки обсуждала и обозревала ролик о том как она довольно и счастливая носилась планы наполеоновские необходимо было приготовить плов до светочка приехала детки шурик все как говорится по фэншую все прекрасно и хорошо а этот кстати свой обзор я назвала нашлись дети шурика ну кто смотрел мой обзор тут прекрасно понял почему так называется он потому что да 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 представляете шурик не думал не гадал благополучно забыл про своих детей и бац вуаля в один прекрасный момент он становится отцом буквально десяти лёлькиных детей да конечно кто то из них уже совершеннолетний но дело даже не в этом в общем ребят накануне все было хорошо и прекрасно вернее даже днем а вчера вечером лёлька вышла на стрим и начала рыдать в три ручья буквально самого я бы сказала порога вы знаете мне стало сразу смешно потому что я так скажем тот человек который смотрит лёльку уже а на протяжении двух лет и вы также не дадите мне соврать что если у лёльки начинаются вот эти вот она начинает лить а крокодилово слезы если она устраивает плач ярославны то соответственно все очень просто лёльки стали крайне мало донатить ребят я вот пропадала на неделю уже вчера объясняла да по какой причине меня не было так вот а я значит вот эти вот как раз таки и и флешмобы стримы и конечно же не смотрела но сразу поняла что скорее всего ей там на донателе крайне мало и лёлька кстати этот момент подтвердила она сидит такая вот так вот пытается пытается продемонстрировать свои слезы трет свой вот этот вот красный нос я не знаю что она там делает ребят но слезы особо то не льются единственное что вот это вот все улицу красное нос красный до морда красная и она рассказывает о том что да нет вы не думайте говорит да мне в принципе нормально на донателе на флешмобе на донателе говорит больше 40 тысяч рублей ребят мы с вами помним прекрасно еще те самые времена когда лёлькин платеж ежемесячный по автокредиту составлял 52 тысячи рублей до лёльки тогда донатили помните разные суммы по 65 тысячи было даже и 80 и было даже и 100 как-то помните заводку когда лёлька говорила давайте сейчас их ухнем и так далее так вот я хочу сказать что вот эти вот 40 тысяч за флешмоб для нее конечно же уже знаете ли маловато будет аппетиты как известно растут ну а лёлька не привыкла себе абсолютно ни в чем отказывать по этой причине она заливалась вчера нас тремя слезами все ее категорически не устраивало и когда ей начали задавать вопрос а собственно чего тут вышли и ревете на взрыв она говорит да вы меня вообще никогда не поймете вот если у вас будет 10 детей слушайте меня вот это просто удивляет да лёлька то есть получается что если ты не психолог да то говорится психологии ты не имеешь абсолютно никакого права если ты не относишься допустим каким-то там до специалистом то говорить о какой-то там области здравоохранения да о медицине об образовании это точно также не имеешь никакого права то есть лёлька уже знаете априори считает что раз она родила тем более родила в количестве 10 детей значит она знает все абсолютно лучше всех ребят ну согласитесь действительно смешно вот это постоянно прикрываться детьми прикрываться всеми этими моментами если честно это уже как-то настолько поднадоело но вот действительно просто надоело лёлька начинает жаловаться о том что значит ролики не приносят нужных просмотров просмотров мало денег мало и вы знаете она бедная несчастная бьется она говорит да я не знаю что мне делать да что мне делать деваться некуда youtube это единственный кормилец семье о как друзья мои я помню прекрасно те самые времена когда лёлька кричала о том что это подумаешь да когда вы ей говорили о том а вдруг наступит тот самый момент когда ютуба не будет на что лёлька орала ой да я на все руки от скуки да я на все руки мастер и швец и жнецы на дуде и греции помните она говорила да есть еще и фриланс до меня там это их деревня до козлодоевы до меня все научили обучили а теперь вы знаете когда жареный петух задницу то ее в здоровую клюнул оказалось что ничегошеньки то мы не умеем своей жизни кроме как сидеть и клянчить и деньги попрошайничать вводить людей в заблуждение поэтому начались вот эти вот горькие крокодилово слезы на донателе мало как это так ролик не набрал нужных просмотров вы знаете ребят все бы ничего я сидела и и слушала слушала мне смешно потому что я выйти крокодилово слезы давным-давно не верю да и когда лёлька заорала я горит не поняла чё горит не так какого черта она так и заорала чё не так какого черта мой ролик на десятом месте что говорит кровушки вам не хватает ребят в этот момент вы знаете я пила кофе я чуть кофе не подавилась булочка честно я просто мне просто захотелось спросить как говорится алё гараж ты вообще кому обращаешься но ребят я прекрасно понимаю что она обращается не к нам да то есть не с нас хейтеров не с нас с вами она спрашивает какого черта мы ее в принципе то не смотрим нам слава богу вот это ненормальное предъявить абсолютно ничегошеньки не может да а вот она спрашивается своего зрителя только послушайте как она с ними говорила я вот дословно даже для себя записала на заорала чё не так какого говорит вы мой ролик на десятое место типа поставили что вам говорит крови не хватает ну в общем знаете все понятно все понятно она практически по фене общается со своим зрителем зрителя ни во что не ставит не никак никоим образом не уважает орёт как ненормальная то есть по ее мнению зрители ей должны и донатить и ее ролики смотреть люлька ну значит пили годный контент чтобы смотрели да и потом есть такие моменты когда действительно youtube может опрокинуть просмотры у меня такое было в мае месяце ничего как-то выжило как-то выплыло да хотя не сижу с протянутой рукой на ютубе ни карты у меня нет абсолютно нигде ничего не прошу и как-то ничего как говорится ребят вы знаете когда она стала орать о том что шурик устал он скоро сломается я сама мол вся в говнище денег не хватает дети постоянно что-то требует требует то внимание то деньги нужны а у лёльки как всегда нет денег она стала реветь орать слушайте мне стало уже реально вот смешно мне стало уже даже не противно потому что я эту всю кухню уже слышала на протяжении двух лет мне стало правда смешно а вы знаете вот хочется лёльке сказать и лёлька а собственно что случилось но задонатили тебе накануне на твоем флешмобе 40 тысяч рублей какие проблемы для некоторых людей 40 тысяч рублей это зарплата месячная на минуточку спустись с небес на землю не гневе бога я тебе уже миллион раз об этом говорила потому что все когда-нибудь может вернуться на круги своя и ты как раз таки окажешься как та самая бабка из сказки о золотой рыбке у разбитого корыта и вспомнишь зарплатки по 15 по 20 по 30 тысяч да и все на свете и действительно тогда уже придется тебе вспомнить что такое как говорится зажать вот эти вот пояса да и так далее ребят а что мне еще вот лёля жалуется постоянно вот говорит на цене уже зарплат нет на ютубе зарплат нет тут зарплат нет да в конце концов и так далее вот все плохо все сложно вы знаете я вспомнила ситуацию но как бы я ее не забывала да я ее просто не озвучивала уже мне кто-то там значит из девочек написали я вот честно каждый месяц 21 числа на цен получал мне приходило до сообщение о том что вот ваши деньги отправлены и так далее и тому подобное в этом месяце вернее в прошлом месяце мне абсолютно ничего не пришло то есть 21 числа мне никакой смс не пришло никакой зарплаты я не получила в том числе и с рапидой они не могут вывести деньги то есть поэтому что хочется сказать хочется сказать что я сижу уже практически месяц без денег с ютуба плюс да вы знаете прекрасно что у меня никаких карт никаких донатов я вообще не выставляю ничего то есть я тогда получается представляете лёлька деньги свои получил вот я не получила что мне тогда нужно себе приобрести веревку и мыло повеситься все трындец как говорится на стол и так далее ребят нет конечно я надеюсь на то что я выведу как говорится свои деньги но очень на это надеюсь но в любом случае что хочется сказать что поберуха не одна единственная вы знаете настолько надоело слушать вот эти ее все вечные стенания она начинает орать я не дай бог лишусь своего хендая эта машина для нашей семьи для того чтобы я перевозила деток шаран это уже не то и так далее вот как ты заговорила да страшно страшно говорить что будет дальше лёлька так никто не знает что будет дальше да возможно завтра уже не будет а все может случиться как известно ты не одна единственная с кредитами огромное количество людей в кредитах весь мир я бы сказала в кредитах в долгах в ипотеках у людей есть у меня есть знакомые да у которых несколько кредитов в семье еще и ипотека и они благополучно все платят тоже переживают а мало ли что да это переживает любое любое семейство абсолютно а здесь она сидит волосы рвет вот эти знаете волосы на своей голове при всем при этом человек ни единого платежа по автокредиту из собственного кармана ни разу не заплатил ни разу ребят заметьте за полтора года все время платили и и вот эти вот хомяки обожателям да далее далее что там лёлька орет орет как потерпевшая что все у нее плохо все ужасно а ей нужны деньги но все как обычно на другим деньги нужны день деньги нужны только лёльки машина значит шара на нее не устраивает ну в общем понятно в принципе да далее друзья мои лёлька дала добро кстати хейтерам писать ей она говорит я буду зачитывать ваши комментарии ваши сообщения тысячи рублей то есть лёлька сказала 1000 рублей с хейтера и я буду говорит ваши комментарии зачитывать даже если вы будете отправлять меня в ад последними словами не меня обзывать то есть ребят по сути она установила свой ценник да за 1000 рублей и можно обозвать а последними словами ну согласитесь в общем ценник у нее так себе да 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 говорит можно все что угодно но понятное дело нам с вами не нужно это делать можно написать свое мнение высказать так скажем свое мнение на обзорном канале проблем абсолютно нет никаких а лёлька пусть там сидит и утирается еще считать что кто-то будет тратить тысячи рублей на то чтобы ей написать то что они думают далее по словам лёльки все ее дети друзья мои представляете вот это началось шоу просто все лёлькины дети мечтают и ждут а когда же лёличка выйдет замуж за шурика говорит да представляете говорит все и софишка мечтает а значит когда мы там поженимся у нее будут глазки как у шурика матронушка вообще мечтает мол когда я рожу сразу типа двойню ребят я когда этот момент услышала мне сразу захотелось сказать лёль кому ты чешешь твои дети уже наверное заикаться скоро начнут когда услышат что мамка опять беременна опять в положении который год подряд бедные несчастные дети ни у кого из них абсолютно не было детства ни у старших да не у первой вот этой тройки игроков ни у средней ни у младших ни у кого ни у кого нет детства абсолютно усе в семействе лёльки поберухи и лёлька рассказывает сказки что ее дети просто мечтают ребят мы все с вами прекрасно помним как женька кормящая медалистка рассказывала о том как для них была вот очередная новость о мамкиной беременности она говорила боже мой это был какой-то кошмар на нас все это сваливалось пеленки распашонки памперсы ухаживать за детьми и так далее то есть даже тогда лёльке было некогда ухаживать за своими детьми ну а лёлька нам рассказывает сказки что ее дети спят и видят когда же они поженятся шуриком я вижу ребят прекрасно как дети так скажем находятся рядом с шуриком да когда они тут же закрывается сам в себе вот как человек футляр как тут же дети напрягаются сразу видно что они находятся рядом с посторонним человеком с которым им рядом находиться так скажем не комфортно но маленькие еще ничего не понимают якоб да матрона и так далее далее ребят пришел шурик ну и лёлька при нем уже так реветь и перестала я так понимаю пришла группа поддержки поддержать а люлечку люлечка начала рассказывать вот мол надо шурика поберечь люлька так береги это ваши проблемы и вообще ребят вы знаете что вот в этой ситуации меня удивляет больше всего да то есть любые нормальные люди все какие-то свои сложности и проблемы оставляют так скажем внутри семьи я не могу себе представить чтобы я сидела на огромную тысячную так скажем многотысячную публику да своих зрителей и ревела в три ручья только потому что мне знаете ли мало на донатили потому что я боюсь там потерять какую-то машину или еще что-то если хочешь поплакать как обычно делают люди садятся и плачутся так скажем самым родным и близким мужьям женам да друзьям родителям там детям и так далее здесь же не 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 шуриком все хорошо все прекрасно шурик пришел она с ним посидела посмеялась рассказала как шурик много устает вы знаете у шурика уже и хвост отваливается и лапы болят и все на свете как говорится болит бедный несчастный пожалейте его пожалейте друзья мои ну а лёлька взяла и на своих зрителей зачем-то вывалила вот это вот все свое плохое настроение опять же сделав это конечно же намеренно для того чтобы ей больше стали донатить ее пожалели ей в чате тут же стали писать оленька сейчас сейчас мы пришли только с работой мы сейчас сделаем все свои дела покормим членов своей семьи значит и потом уже начнем тебя смотреть и писать комментарии вот представляете насколько она их уже вот просто к ноге да насколько она их этим методом кнута и пряника в основном конечно кнута загнала своих хомяков по полной программе что они уже боятся ей слово поперек сказать и она орет чего мало смотрите прям так и говорит такими словами вам чего вообще не устраивает почему мой ролик на десятом месте слушайте но у ролик сегодня может быть на первом месте да допустим вот дневной ролик может быть на первом месте а вечерний ролик может быть запросто на восьмом или на девятом месте такое бывает алгоритмы ютуба так работают и все может быть абсолютно ребят и от этого как говорится ну вот вот к есть как есть вот как есть так и рассказываю поэтому не знаю что она там все стонет но прекрасно понимаю почему потому что ей нужно собрать как можно больше денег она же поставила перед собой задачу понимаете вижу цель не вижу препятствий поставила задачу до нового года кровь износа закрыть автокредит поэтому сейчас всякие всяческими усилиями лёгко будет реветь на камеру рассказывать всякие разные ужасные вещи лишь бы только закрыть этот автокредит причем когда ей написали олечка может быть надо ставить все таки вот такие вот громкие названия и не хочу и только потеряла ребенка боже мой после того как ты его потеряла ты ржала гоготала ты принимала гостей да ты устраивала вот это шоу двухнедельное шуриком мы расходимся останется или уедет бросит или не бросит и причем эти ролики действительно у нее набирали хорошие просмотры ну а здесь вот вот так вот выложила ролик а что в этом ролике ничего особенного не было приехала света по большому счету ребят в этом получасовом ролике было нечего абсолютно смотреть абсолютно нечего было смотреть поэтому и смотрели вот так скажем спустя рукава да и никто в принципе и этого как говорится не обязан смотреть нам по 10 по 25 раз лёлька довольно счастливая надеюсь когда-нибудь будет ребят наверное действительно только тогда когда кажется у разбитого корыта она вспомнит что оказывается вот та полоса вот это самое которое у нее сейчас это белая полоса как в том анекдоте про который я уже рассказывала ребят но на самом деле я считаю что она гневит бога у нее все хорошо у нее все живы здоровы и этот человек не умеет ценить то что ей просто дает живется сейчас жизнью она постоянно пытается жить вот в этих трагедиях вот эти вечные драмы если драма нет то мы обязательно эту трагедию драму придумаем устроим лишь бы только мне на донатили но смотреть конечно на все это становится все интереснее и интереснее в плане того что ждем как говорится чем дело закончится ребят вот просто действительно ждем но вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока всем пока